Максим был мужчиной, который когда-то имел все, любящую жену, уютный дом и верную кошку по имени Марта. Но его жизнь изменилась, когда он стал заядлым алкоголиком. Пьяные вечера и запойные дни разрушили его семью. Он часто выпивал, и его гнев обрушивался на жену. Побои стали обычным делом, и в конечном итоге она не выдержала и ушла, оставив его одного с рыжей кошкой. Сначала Максим испытывал пустоту и одиночество, но вскоре переключился на Марту. Он начал проявлять свою агрессию к ней. Кошка, когда-то любимая, теперь стала объектом его злости. Он часто выбрасывал ее на улицу, не задумываясь о том, что она чувствует. Каждый раз, когда он возвращался домой, Марта встречала его с надеждой, но каждый раз ее ожидания оборачивались разочарованием. Однажды в один из холодных зимних дней Максим, находясь в состоянии опьянения, сел в свою машину и, не раздумывая, уехал от дома на 30 километров. Он не знал, куда едет, но в его голове витали лишь мысли о том, как избавиться от кошки. По дороге он остановился, вышел из машины и, не задумываясь о том, что делает, выбросил Марту на мороз. Температура опустилась до 30 градусов, и ветер свистел, словно предостерегая его о последствиях. Кошка, не понимая, что происходит, долго бежала за машиной, ее маленькое сердце билось в панике. Максим уехал, не оглядываясь. Он не осознавал, что оставил Марту в смертельной опасности. Кошка, дрожащая от холода, блуждала по зимней дороге, и ее глаза были полны страха и непонимания. Она искала тепло и защиту, но вокруг было лишь безмолвие и зима. В этот момент мимо проезжала семья, возвращавшаяся с прогулки. Они заметили маленькую рыжую кошку, которая с трудом бежала по заснеженной дороге. Остановившись, они увидели, как она дрожит от холода и страха. Не раздумывая, семья решила помочь. Они забрали кошку в машину, укрыв ее своим теплом и заботой. Когда они вернулись домой, семья решила назвать ее Джесси. Они заботились о ней, кормили и обогревали, и вскоре Джесси почувствовала себя в безопасности. Она стала частью новой семьи, и ее жизнь наполнилась любовью и уютом. С каждым днем Джесси становилась все более счастливой. Она играла с детьми, спала в тепле и наслаждалась каждым моментом, проведенным с новыми хозяевами. Она забыла о своем прошлом, о боли и страданиях, которые испытывала, и научилась доверять людям снова. Максим же остался один, погруженный в свои проблемы и алкоголь. Он не осознавал, что потерял не только кошку, но и возможность быть счастливым. Его жизнь продолжала катиться в пропасть, а Джесси, наконец, обрела свой дом и семью, полные любви и заботы. История Джесси стала напоминанием о том, что даже в самых трудных ситуациях можно найти надежду и новую жизнь. Она научила людей вокруг ценить заботу и любовь, которые могут изменить судьбу. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного. Продолжение следует... Продолжение следует...